И фактически безнаказанными в нашей стране себя чувствуют наркоторговцы. Ведь весь этот незаконный бизнес процветает в тени полицейской крыши. Наркотики у нас продают буквально на каждом шагу, фактически в открытую. И правоохранители об этом прекрасно знают, почему ничего не делают. Ведь сейчас купить амфетамины или марихуану не сложнее, чем заказать пиццу. В этом лично убедилась моя коллега Елена Зорина. Она провела журналистский эксперимент. Что получилось, посмотрите далее. Их реклама повсюду. На фасадах домов, асфальте, заборах, спальных районах и в центре городов. Бошки, шишки, амф, фен. Это все сленговые названия о наркотиках. По старинке наркоманы что-то находят в аптеках. Каждый божий день, проходня, круглыми сутками идет. Зелье варят сами. Около 80 адресов. Это частный сектор и квартиры. Ну, плюс бывают там гаражи. Но самый простой путь заказать доставку интернет нынче заполнен подобными объявлениями. Ты связываешься с человеком, непосредственно ты ему пишешь. Он тебе скидывает контакты, место, там где лежит, клад и его фотографии. Эдуард уже бывший наркоман. Сейчас у него есть семья и работа. Но три года назад все было по-другому. На дискотеке попробовал бодрящий порошок амфетамин. И долго не мог остановиться. Ты просыпаешься, тебе надо употребить. Ты там пошел, поел, тебе надо употребить. Я за 500 километров ехал к себе в город, чтобы взять то, что мне надо. Доставать новые дозы, говорит парень, было совсем нетрудно. Вплоть до того, что тебе их будут приносить домой. Есть номера телефонов определенные. Они работают в последний день. Здесь и лежит. Где я оставлял неделю назад. Правда, теперь свертки соль, а не наркотик, рассказывает Павел Федосенко, харьковский журналист. В качестве эксперимента он попробовал себя в роли наркокурьера. Предложение о таком заработке получил в интернете. Это пришло как рассылка, как спам. Я списался, сказал, что заинтересовала такая вакансия. Они обещали со старта о 20 тысяч гривен. Работодатели снабдили подробными инструкциями. Обещали даже карьерный рост. Общались только через интернет. Вся схема, она, собственно, построена на том, что люди между собой не контактируют никак. То есть один оставляет, второй забирает. Купить наркотик даже в центре Киева так же просто, как, к примеру, пиццу заказать достаточно. Написать нужным людям в соцсети или на электронную почту. Заплатить и немного подождать. Журналистский эксперимент. Объявление находим в интернете. Продавец тут же вступает в контакт. Выбираем веселящую таблетку. Отправляем фотоквитанцию об оплате и ждем. Это классическая схема, пирамида, когда какие-то определенные суммы, раз в определенный период, заносятся начальству. Миллионные обороты, поломанные судьбы и много неизвестных соучастников. Кто же крышует этот бизнес и кто покрывает? Все точки, в принципе, полиции известны. Наркобизнес, бизнес, проституция. Все это крышуется правоохранительным органом, как правильным местным. Это не только полиция, это, опять-таки, начали согласие прокурора. Это, может быть, там, налоговая милиция. В полиции же рапортуют о тройном росте поимок наркодельцов. Но это всего лишь распространители. Выйти на организаторов схем убеждают не так-то просто. На вершине иерархии могут стоять как иноземцы, так и представители нашей державы. Найчастейше до этого вида бизнеса, так говорим, причетницы, если не подлитки, то люди до 25 лет, которые свободно владеют программным обеспечением. Уже 4 месяца этот спальный район в Киеве напоминает окраины Южного Бронкса. Местные жители и консьержи по ночам боятся выходить из дома. Уверены, их беды в исписанных стенах. И сколько же мы не обращались по проблемам наркомании, никто ничего не реагирует. А что говорят? Ну, купите краску, мы закрасим. Не краской, а письмами чиновникам и правоохранителям пытаются бороться с надписями активисты. Но пока безрезультатно. К нам в центр приезжают люди из разных городов и говорят, ну там крышуют менты, там крышуют менты. Так ли это, пытаемся проверить вместе. Вызываем полицию. Чекай на наряд полиции. Лишь спустя 2 часа патруль приезжает. Есть вызова более срочные, там грабежи, драки и так далее. Активисты и местные жители пишут заявление. Патрульный всматривается в надписи. Он зайдется вначале участковый, придет, посмотрит и так далее и тому подобное. А дальше уже будет передавать дальнейшим людям, которые за это ответственны. Наш журналистский эксперимент тем временем в действии. И вот спустя 2 часа мы получили точные координаты закладки. Находится она на окраине столицы. Туда мы и направляемся. Ну вот, собственно, мы и приехали. Это Петропавловская борщаговка. Здесь и начинается наш квест. Но, как нам написали, какой-то ветхий забор деревянный. И под ним должна быть закладка. По левую руку будет табличка на старом заборе. Подходи к калитке. И справа за бордюрой все найдешь. Видеосъемку не прерываем. Фото продавец не присылает. Поэтому поиски затягиваются. Но все же квест заканчивается. Вот он, таблетчик. А находки тут же заявляем в полицию. Меня зовут Лена Зорина. Я журналист телеканала Интер. Мы сейчас нашли, находимся на Петропавловской борщаговке. В улице Ворошилова, 18. И мы нашли тут закладку. Чи смогла бы до нас выехать оперативная группа? Лена, 18, так? Нет. Ворошилова, 18. 15 минут и патруль на месте. Опрашивают жителей дома, под которым нашли наркотики. Я жила, до дома такого не было. У меня такое впечатление, что у меня подозрится, что я это не могу. А вот следователи приезжают спустя час, забирают находку на экспертизу и тут же обещают начать расследование. Наши наработки пока правоохранителей не заинтересовали. Мол, ждите допроса. Ход этого дела мы будем контролировать. И обязательно расскажем о его результатах. Елена Зурина, Марианна Бурякова, Светлана Шикера, Елена Миндалюк, Вячеслав Роловник, Кита Исайка и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Еще одна история, о которой стоит упомянуть. Оказывается, новые полицейские успели научиться в старой практике охоты на иностранцев. Накануне было опубликовано расследование об этом. В нашей стране иностранцы, например, иностранные студенты, поступившие в украинские университеты, всегда старались носить при себе нужные документы и быть, что называется, на стрёме. Чтобы не стать легкой добычей для милиции, пытавшейся срубить с иностранцев деньги. От новой полиции такого никто не ожидал, но, увы, теперь уже могут не просто потребовать деньги за то, чтобы отстать, но и банально ограбить. По данным журналистов, одной из жертв таких полицейских грабителей стал даже канадский полицейский, который приехал в Украину обучать наших новых патрульных. Мы обязательно проверим эту историю и расскажем о ней в подробностях на днях.